В эфире информационно-аналитическая программа «Итоги недели». В студии Надежда Литкова. Здравствуйте! Стабильное увеличение надоев, расширение доли на местном рынке сбыта и строительство производственных площадей. Руководитель и работники Нинецкой агропромышленной компании встретились с главой региона. И рассказали об итогах работы фермы в 2016 году. Главным своим достижением предприятие считает финансовое обеспечение строительства телятников в Тельвиске. Новые корпуса позволят увеличить поголовье дойного стада и довести объемы производства цельного молока до 8 тонн в год. 5286 литров. Столько молока дает одна дойная корова в год. Для заполярного региона показатель хороший. Секрет у животноводов один. Качественное питание подопечных. У нас сейчас кормов больше и мы кормим по поедаемости. Сколько коров съест, столько мы накормили. У нас сено, сенаж. Ну и в сырую погоду получается силы. Хотя мы по технологии не должны его силы сделать. Но раз сырая погода, значит, когда нет выхода, мы делаем этот силы. И он для коров-то идет положительно. Он увеличивает молоко. Стабильное увеличение производимого молока – совместный продукт двух отделений в Наринмаре и Оксино. Сегодня на прилавках магазинов весь ассортимент продукции, включая сливочное масло в новой упаковке. Игорь Кошин отметил, предприятию необходим грамотный маркетолог. Продукция компании хоть и пользуется спросом, но пока не способна потеснить на прилавках привозные товары. Видим на полках и йогурт, и творог с длительными сроками хранения. Непонятно, чей, непонятно, какой. Понятно, что монтаголия, как мы не привозят торговлю, мы же можем заполнить все это своим. И сложно нам это сделать. Увеличить производство сметаны, творога и другой молочной продукции возможно. Сухое молоко предприятие не использует принципиально, за исключением йогурта. Поэтому рост возможен за счет больших объемов молока. В новом году генеральная задача аграриев – начать строительство телятники в Тельвиске. В конце мая будет объявлен конкурс. Это уже в конце июля мы получим подрядчика, кто будет исполнять это. По финансовому состоянию 50% денежных средств у нас сегодня на телятника собственных есть. Если фонд будет строиться два года, будем смотреть. Кредитную линию нам банк ВТБ открывает. То есть финансово он обеспечен. Теперь только конкурс, подрядчик и кто будет это строить. Увеличение производимого молока позволит в том числе периодически снижать цену на товар. Накануне компания порадовала горожан очередным летним ценником на некоторые виды товаров. Красная цена будет действовать до сентября. Валентина Чибичик, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Уникальный для Нинецкого округа проект уже осенью текущего года реализуют в селе Коткино. Там колхоз Сула на собственные средства возводит ферму с беспривязным содержанием коров. Более того, она будет оснащена по последнему слову техники. Большую часть работ для людей будет выполнять ирландское оборудование, которое признано одним из лучших в мире. На строящемся объекте побывала моя коллега Мария Владимирова. 126 метров в длину и 32 в ширину. Именно такой по объемам будет новая ферма в селе Коткино. Сейчас объект возведен под крышу. Для дальнейших работ все необходимые материалы завезены по зимнику, в том числе и для пола, который будет с подогревом. По воде доставят еще пять вагонов цемента. После завершения строительства в новой ферме разместятся 400 коров, 200 голов дуиного стада и еще столько же телят. Все они будут содержаться без привязи, а процесс их обслуживания по большей части возьмет на себя техника и автоматика. По бокам будут скреперные системы, здесь скреперные, здесь навоз убираться будет. Навоз будет убираться вот в центральную канаву и придет в лабораторию. Подойдем там уже навоз в сборник по 150 кубов. Оттуда будет там государство наклонно выкачиваться и выводится на ферму. Отдельное помещение на строящейся ферме отведут под молокосборник объемом три тонны. Оттуда молоко по отробам будет поступать на переработку. Эта ферма будет оснащена по последнему слову техники. Следить за тем, пригодно ли молоко к употреблению или нет, будут компьютеры. Кроме того, через компьютеры можно будет отследить и то, готовы ли коровы к котелу. Вся необходимая информация будет передаваться через интернет, который сюда тоже проведут. Оборудование рассчитано на дойку 240 коров в сутки, а это значит, что на переработку пойдут большие объемы молока. Так только по производству масла увеличение ожидают до 20 тонн. То есть в год колхоз будет выпускать 45 тонн коткинского масла. Это позволит закрыть потребности не только села, но и города. Кроме того, увеличено будет и производство масла, сливок, сметаны и творога. Для муниципального образования, для развития села, для благоустройства, я тоже жду какую-то определенную пользу для муниципального образования, потому как сельхозналог может быть увеличен в зависимости от прибыли. А почему для села? Потому что у нас тут есть такое негласное правило, то деньги, которые поступают от сельхозпроизводителя, они идут с пользой именно для села, для благоустройства его. Ну, там, конечно, как получится. Ферму в Коткино колхоз Сула строят полностью за счет собственных средств. В прошлом году в его реализацию уже вложили 73,5 миллиона. В этом закупкой материала и оборудования еще 42 миллиона. Примерно столько же потребуется на завершение строительства, поэтому цена проекта не перевалит за 200 миллионов. Часть средств на возведение объекта колхоз направляется кружной субсидии, которая доплачивается за каждый килограмм проданного жителям молока. Это 50 рублей. Масштабы хозяйства из Коткино – это несколько десятков миллионов рублей в год. Как обычно говорят, чтобы начать какое-то дело, нужен перевести капитал. Естественно, если бы не было этих средств, нужно было брать кредиты и за счет кредитов строиться. В нашей системе, как бы, получается, мы одновременно еще и судно строили. И сейчас я рассчитывал, что судно достроим, аккуратно можно будет строить ферму. Ну, так же примерно и получилось. Работать на новой ферме будет примерно 15 человек из 29, которые трудятся сейчас на ферме и молочном производстве. Но и тем, кто останется, необходимо будет повышать свою квалификацию. Для этого, отмечает председатель колхоза, необходимо проводить реформу профессионального образования в Ненецком округе. Мария Владимирова, Александр Дуркин, телеканал «Север», Коткино. Сельскохозяйственный кооператив «Колгоев» перепрофилируется на рыболовство. Такие планы озвучил председатель СБК Альберт Ардеев. По его словам, после закрытия хозяйством задолженности оно будет перерегистрировано в крестьянско-фермерское хозяйство с новым основным видом деятельности – рыболовством. Как отметил Альберт Ардеев, на «Колгоеве» есть возможность добывать пикшу, навагу, комбалу, сельдь, а также треску и сырье промышленники намерены сдавать недропользователям, работающим на острове. Договоренностью об этом уже есть одной из организаций, которая планирует кормить свежевыловленной рыбой вахтовиков на своем месторождении, сообщает пресс-служба администрации Ненецкого округа. Прежде чем перейти к новому виду деятельности, сельхозпредприятие в первую очередь должно закрыть имеющиеся долги. Задолженность СПК по обязательным платежам составляет около 2 миллионов 700 тысяч рублей. Одним из возможных вариантов покрытия долгов является продажа имеющихся активов. Помимо рыбодобычи, работники СПК «Колгоев» смогут заниматься сбором дикоросов. Также в сезон штормов они планируют собирать ламинарию – морскую капусту, которую выносят на берег. Всего на побережье острова можно собрать до 10 тонн данного вида морских водорослей за сезон. Отмечу, что сегодня крестьянско-фермерские хозяйства округа могут получить окружную поддержку как по линии развития агропромышленного комплекса, так и в рамках развития предпринимательской деятельности в Ненецком округе. В частности, в начале мая администрация округа втрое увеличила размеры субсидий для модернизации частных производств. Округ будет компенсировать 1 миллион рублей, но не более 60% от всех затрат предпринимателя на модернизацию. Тогда при расчетах оценивался типовой бизнес-проект по организации переработки грибов и ягод. Накипело. Коллективное обращение от предпринимателей рыболовов поступило в редакцию окружной газеты Нарьяна Виндер. В своем письме бизнесмены изложили ряд проблем, решить которые самостоятельно, не в силах. Эти вопросы были озвучены главе региона Игоря Кошину на оперативном совещании. Директор издательского дома Олег Вокуев озвучил основные проблемы, которые индивидуальные предприниматели указали в своем письме. Одна из них – необходимость регистрировать суда, на которых осуществляется вылов рыбы, в государственном судовом реестре. Отмечу, что процедура регистрации обязательна для всех маломерных судов, которые используются в коммерческих целях, в том числе в промышленном рыболовстве. Проблема заключается в том, что это сделать можно либо в городе Архангельск, либо в городе Печора. До конца эта процедура неясна и непонятна, что вызывает много вопросов и недовольств. Чтобы облегчить жизнь окружным рыбакам, Департамент природных ресурсов до 15 мая организовал прием заявлений от жителей, желающих зарегистрировать свои маломерные суда в государственном судовом реестре. Все поступившие заявления были направлены в архангельский филиал российского речного регистра. В период с 15 по 19 мая в Наридмаре будет находиться представитель учреждения, который осмотрит лодки для последующей регистрации. Еще одна проблема, которую в своем обращении обозначили предприниматели и рыболовы, необходимость получения новых судоводительских прав с открытием морских путей. Рыбакам, которые ловят на реке, это морское плавание не нужно. Еще самой главной проблемой здесь является то, что требования, которые предъявляются к сдаче этих экзаменов на получение прав, они точно такие же, как капитанам речных и морских судов, что тоже не совсем понятно и сложно для простых предпринимателей. Добавлю, что получить новое удостоверение на право управления маломерным судом с открытием морских путей необходимо всем, кто пересекает границы Наридмарского морпорта. Это касается в том числе и жителей сел, которые в период навигации приезжают на лодках в Наридмар и обратно. Для открытия морских путей им необходимо обратиться в Центр ГИМС, но только тем судоводителям, которые не используют свои плавсредства в коммерческих целях. Государственная инспекция по маломерным судам выдает удостоверение на право управления маломерным судом, используемым исключительно не в коммерческих целях. Частные предприниматели, которые занимаются какой-то предпринимательской деятельностью, во-первых, они должны снять судно из нашего реестра и поставить в речной реестр на учет. И также удостоверение, которое используется в коммерческих целях, тоже должны выдавать или речной реестр, или же капитан морского порта. Вызывают массу вопросов у бизнесменов и промысловые участки, которые в силу финансовых возможностей могут получить не все предприниматели. Соответственно, не у всех будет равный доступ к вылову рыбы. Выслушав коллективное обращение рыболовов, губернатор округа Игорь Кушин дал ряд поручений руководителю департамента природных ресурсов и директору издательского дома. В ближайшее время соберитесь с частными предпринимателями и подробно по каждому пункту дайте предложение. Хорошо? Да, принято. А к вам просьба, да, Олег Сергеевич, вы прямо на страницах, я не знаю, там, печатных наших СМИ сделать общую дискуссию, чтобы люди понимали, что можно, что нельзя, какой выход мы предлагаем из создавшейся ситуации. Ирина Нежалова, Леонид Шишелов, Антон Водряков, Телеканал «Север». Глава региона Игорь Кушин посетил Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Сегодня в стационаре живут 88 жителей региона. Для своих подопечных учреждение социального обслуживания – дом. А значит, в нем должно быть уютно, комфортно и безопасно. Такие условия им и создают заботливые сотрудники интерната. В прошлом году своими силами в здании провели косметический ремонт. В комнатах и коридорах светло и чисто. По словам Александра Степанова, руководителя дома-интерната, впереди предстоит еще один ремонт. По требованию распотребнадзора большие комнаты надо делить перегородками. В помещении должны проживать максимум три человека. Есть у руководства и планы по обновлению столовой. Помимо косметического ремонта стен, в трапезном помещении появится зона самообслуживания. Некоторое самообслуживание, так как мы букеты нашим хорошо ходячим не можем предоставить в комнатах, значит, будет такое место под самообслуживанием, чтобы они могли сами что-нибудь приготовить. Тогда в этом все старое будет заменено. По словам Александра Степанова, никаких проблем с питанием, а главное, с его качеством в учреждении нет. Напомню, с прошлого года еду в Пустозерский дом-интернат доставляет компания Медфуд. И если раньше местные повара готовили пусть и вкусную, но далеко не диетическую пищу, то сейчас меню составлено с учетом всех требований и рекомендаций Минздрава. Особое внимание в учреждении уделяется пожарной безопасности. Ежегодно летом проводятся тренировки с эвакуацией и выносом лежачих людей. Внутри здания работает система видеонаблюдения. Она позволяет работникам дома-интерната просматривать все уголки, кроме жилых комнат. Эта система позволяет еще и персонализировать человека на улице в радиусе 50 метров. То есть, если человек у нас выходит на улицу, мы еще раз, и он пошел. Это маячки или браслеты какие-то, да? Нет, это... ну, да, он либо нацепляется на ремешочек, либо в форму он ложится. Можно на шнурочек вешать. Вот, пока все это... Это для того, чтобы они у нас, как только они уходят за периметр, сразу срабожили. Благодаря эффективному управлению, руководству учреждения еще в прошлом году удалось снизить расходы на электроснабжение. Во всем здании заменили люминесцентные лампы на светодиодные. Мы за прошлый год сэкономили порядка 680 тысяч рублей. Утоконали? Это только на энергоэффективность. То есть, мы по лампам срезали практически на 30% расход электроэнергии. Наряду с экономией средств, несомненный плюс светодиодных ламп и в том, что они не требуют специальной утилизации. Заменить старые лампы на современные необходимо во всех учреждениях, отметил Игорь Кошин. По итогам осмотра дома-интерната губернатор округа поручил профильным заместителям предусмотреть в текущем году дополнительное финансирование учреждения. По словам Александра Степанова, средства необходимы, чтобы завершить комплекс мероприятий по обустройству доступной среды. Напомню, в учреждении сегодня проживают 88 человек, в том числе лежачие подопечные и инвалиды-колясочники. Ирина Цепитова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Первый в числе заслуженных работников связи глава региона Игорь Кошин присвоил профессиональное почетное звание Ненецкого округа двум выдающимся работникам этой отрасли. Высокой региональной наградой отметили заслуги Марии Новак и Николая Путкова. Трудовая деятельность каждого из них уже порядка 40 лет связана с обеспечением населения и организацией региона своевременной информацией. Мария Новак работает в отрасли связи вот уже 41 год. Свой трудовой путь в далеком 1975 году начинала в Хангурее. Там нужно было ночью в час встречать родищев такой был у нас с Катей. Ну и вовремя. В час ночи. Годы были молодые. Могла просыпать. Ну и один раз проспала и катер уже ушел. Я только приписала в 5 утра. Естественно, был на большой нагоняй. Мария Иннокентьевна прошла путь от оператора третьего класса до заместителя директора филиала. За заслуги в развитии и совершенствовании современных средств связи, средств приема и передачи информации в обеспечении населения и организации Ненецкого округа Своевременной информацией Мария Новак получила высокую региональную награду. Еще одна награда присвоена Николаю Путкову, старшему электромеханику связи линейно-технического участка города Наринмара. Вся его трудовая деятельность вот уже на протяжении 39 лет связана с данным предприятием. Знания сети и большой практический опыт помогают Николаю Николаевичу выполнять различные работы по развитию линейно-кабельных линий связи для предоставления населению широкого спектра качественных и современных услуг. В частности, при его участии в округе организована видеотрансляция на ЕГЭ в режиме онлайн. Создана система видеонаблюдения на избирательных участках. В окружной столице честовали представительницы одной из самых гуманных профессий – медицинских сестер. Свой профессиональный праздник они отмечают 12 мая. Без медсестер сложно себе представить лечебные учреждения. Ежедневно они осуществляют уход за больными, выполняют предписания врачей и фельдшеров, взаимодействуют с пациентами на протяжении всего срока лечения. В честь профессионального праздника медсестер наградили благодарственными письмами собрания депутатов округа, Департамента здравоохранения и окружной больницы. Актовый зал отделения медицинской профилактики заполнен лишь наполовину. По долгу службы на торжественные мероприятия смогли прийти не все. Большинство медицинских сестер свой профессиональный праздник отмечают на работе. Те представители профессии, чья смена уже закончилась, принимают поздравления от главного врача окружной больницы. Быть востребованным с радостью приходить на работу, с радостью возвращаться в больницу, чтобы в ваших семьях зиждался тот огонь тепла, который воздвигает вас на подвиги и трудовые, и семейные, и ваши деловые. И, наверное, пожелать в том, чтобы в каждом вашем сердце оставалось и расцветал тот цветок милосердия, с которого начиналось сообщение. Пришли поздравить медицинских сестер и народные избранники. Председатель собрания депутатов округа Анатолий Мяндин отметил огромную значимость профессии медицинских сестер. Сегодня медицинская сестра – это наиболее многочисленная категория работников здравоохранения. И, на мой взгляд, это, наверное, самое главное звено в здравоохранении, потому что без вашей работы невозможно сегодня представить работу ни одного учреждения. Вы на приеме, вы на обходе, вы ставите капельницы, с вашей легкой руки делаются уколы. И, наверное, сегодня не найдется ни одного человека, который бы не благодарил вас за вашу работу. Сегодня в округе насчитывается порядка 500 медицинских сестер. Они трудятся в лечебных учреждениях, школах и детских садах. За добросовестный труд и высокий профессионализм медсестрам окружной больницы вручили благодарственные письма от окружного собрания депутатов и департамента здравоохранения. Также представительницы одной из самых гуманных профессий получили подарки от окружной больницы. Ирина Нежалова, Антон Водряков, Телеканал Север. Подходит к завершению учебный год, а это значит, что пора подводить промежуточные итоги организации питания школьников и студентов Ненецкого округа. Напомню, с января текущего года во всех учебных заведениях питание обучающихся стало платным, за исключением отдельных категорий граждан. О результатах введения нового механизма оплаты питания шла речь на круглом столе в администрации округа. Участие в заседании приняли парламентарии, руководители учебных заведений и представители общественности. По данным мониторинга, который провел Департамент образования, 33% окружных школьников и студентов питаются за счет средств бюджета, 40% – путем софинансирования, остальные 27% питаются самостоятельно. С момента ввода новой системы организации питания прошло 4,5 месяца. Подходит к завершению учебный год, поэтому народные избранники решили подвести промежуточные итоги нововведений. Вопросом организации питания было посвящено заседание круглого стола, инициатором которого выступил депутат регионального парламента, руководитель фракции ЛДПР в окружном собрании Андрей Смыченков. Эта тема чрезвычайно важная, которая находится на контроле у депутатов. Мы должны увидеть первые итоги, насколько эффективна данная система питания в округе, и увидеть уже результаты. Также мы рассмотрим, какие были проблемы, и попробуем решить их. В пятой школе с апреля текущего года введена в действие бесконтактная система оплаты горячих школьных обедов «Ладошки». Таким образом, школа стала пилотной площадкой нового для округа проекта. Система позволила произвести оплату школьного питания по индивидуальному капиллярному сроку в детской ладони. Денежные средства списываются с банковской карты родителей, которым приходят сообщения по электронной почте или СМС-уведомления о том, что ребенок расплатился за обед. Преимущество проекта заключается в отсутствии необходимости давать наличные средства на обед. Родители всегда уверены, что их ребенок получил горячее питание в школьной столовой. Кроме того, с помощью СМС-уведомления они видят, что именно купил ребенок – сладости или горячее блюдо. Директор средней городской школы Юрий Канев на примере своей образовательной организации озвучил предварительные результаты введения нового механизма оплаты питания и обозначил одну из проблем, которая связана с обеспечением горячим питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, которых на сегодняшний день в школе насчитывается свыше 50. Руководитель школы убежден, необходимо увеличить размер финансирования детодня. Дети из категории ОВЗ имеют право на двухразовое питание. И у нас, соответственно, выделяется на обед пока 50 рублей. Сумма, скажем так, незначительная. Мы вчера обсуждали эту тематику, что, конечно, 50 рублей накормить полноценного обеда – весьма-весьма проблемно. И вот такое предложение хотелось бы высказать, чтобы предусмотреть возможное внесение изменений и с 1 сентября увеличить сумму на обед хотя бы до 100-110 рублей, что можно было бы кормить детей полноценным обедом. Заместитель председателя собрания депутатов НАО Татьяна Бадьян предложила для организации качественного, сбалансированного и доступного питания учащихся увеличить долю продуктов местных производителей в рационе питания, а также уделила внимание вопросам повышения культуры питания. Нужно привлекать местных производителей для того, чтобы покупали и использовали продукцию, которую выпускает ВИТО, солнышко, хлебо, наш комбинат, мясопродукты. Хотя в отношении только мясопродуктов, наверное, это выполнено. А где же все другие? Может быть, и малый бизнес поддержать? Все замечания и предложения, отражающие позицию участников круглого стола, будут отражены в итоговом документе, который будет носить рекомендательный характер. Отмечу, что в текущем году на питание студентов и школьников в бюджете округа запланировано более 220 миллионов рублей. Из них порядка 170 миллионов на продукты питания, около 50 миллионов на содержание столовых. Ирина Нижалова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». В Нилинском округе продолжается реорганизация учреждений дополнительного образования. По информации профильного департамента, она завершится к сентябрю текущего года. В апреле Центр детского творчества стал структурным подразделением школы номер 3. В начале мая завершилась реорганизация ДШИ поселка Искателей. Она стала структурным подразделением детской школы искусств. Реорганизационные мероприятия завершаются в поселковом доме детского творчества и детской юношеской спортивной школе. Оба учреждения присоединятся к средней школе и поселке Искателей. ДДТ Наринмара станет подразделением школы имени Антона Пырерки. Ориентировочно к сентябрю к лидеру присоединят старт. На этом реорганизация учреждений дополнительного образования завершится. Результаты реорганизации в разрезе доступности и качества предоставления услуг обсудили участники заседания постоянной комиссии собрания депутатов Ненинского округа по социальной политике. Что касается Ледового дворца Трук, я хотела бы отдельно отметить, что с 1 января он стал учреждением спортивной направленности, но, тем не менее, с 1 сентября, сегодня уже лицензия получена на День образовательной деятельности, поэтому реализация этих программ по таким видам спорт, как хоккей и фигурное катание при наличии тренера по фигурному катанию ищем в постоянном поиске. По словам Лианы Храповой, число педагогов, так же, как и детей в реорганизованных учреждениях, осталось прежним. Изменения коснулись только административно-управленческих аппаратов. Напомню, сегодня в вышеназванных учреждениях услуги дополнительного образования получают 5127 детей по шести направленностям. В большей степени услугами дополнительного образования пользуются подростки в возрасте от 10 до 14 лет. Обсудили участники заседания и результаты введения софинансирования в системе доп. образования. Напомню, 80% финансовых обязательств берет на себя округ, оставшиеся 20% доплачивают родители. Родительская плата за один кружок, секцию либо студию составляет от 750 до 3270 рублей в месяц. Сегодня в учреждениях доп. образования на условиях софинансирования обучаются 2544 ребенка. Остальные получают услуги в рамках госзадания, то есть бесплатно. По словам Лианы Храповой, сведением софинансирования число детей в секциях и кружках по ряду учреждений увеличилось. Полный учет ребят, которые посещают учреждения доп. образования, позволяют ввести электронную систему. То есть теперь, как мы говорили ранее, мертвых душ уже не будет, потому что все фактические люди, они внесены в эту систему и зарегистрированы. Поэтому хочу сказать, что работа, безусловно, начата в этом направлении. Система, она сама прошла аттестацию, обучили всех сотрудников. Результаты, какие мы на сегодня имеем, объективную картину, охвата обучающихся, контроль посещения детьми выбранными программами обучения, контроль данных для расчета субвенций в части дополнительного образования. По информации профильного департамента, к 2020 году доп. образования в регионе должны быть охвачены не менее 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет. В абсолютных цифрах это около 6 тысяч человек. Сегодня этот показатель равен 74,9%. Есть еще один показатель, который должен достигнуть округ. В 2020 году не менее 900 детей, около 18% от общего числа, должны обучаться по программам технической и естественно-научной направленности. Сегодня это лишь 3%. Как справедливо отметила Леана Храпова, дополнительным образованием детей сегодня занимаются не только профильные учреждения, но также городские и сельские школы, учреждения культуры, некоммерческие организации. Однако учесть их в общую статистику невозможно, так как они не имеют лицензии на ведение образовательной деятельности. Недавно на Ринмар облетела новость о лисице, которая облюбовала бандарку. Дикое животное бегало по району, совершенно не боясь людей и собак. Такое поведение характерно для животных, зараженных бешенством. Результаты ветеринарного исследования диагноз подтвердили. В срочном порядке были обследованы животные, которые могли иметь контакт с лисой. Ведь чем раньше обратиться к ветеринару, тем больше шансов спасти животное. Это же правило распространяется и на человека. В тот день Ирина возвращалась с Наринмара домой. По пути в поселок Искателей совсем неожиданно на дорогу перед автомобилем выскочила лиса. Уже темнело и на дорогу мне выскочила лиса. То есть, конечно, я не успела уже ничего сделать, потому что она буквально бросилась мне под колеса. Здесь ударился бампер машины и, собственно, уже под сами колеса. Просто самое удивительное, что, можно сказать, в городе, уже ничего не боясь, уже эти лисы ходят. Это, в принципе, уже не единичный случай. Как потом выяснили сотрудники ветеринарной службы, лиса была заражена бешенством. И главный признак заболевания – потеря страха перед людьми – был налицо. В Ненецком округе это не первый зафиксированный случай в 2017 году. Девять случаев карантина были наложены в связи с заболеванием диких животных. Это песцы и лисы. В основном в этом году почему-то именно характерно для лисы это заболевание. Один случай был больная собака. И один случай, который касался оленевоческого хозяйства – это заболевание северного оленя. Сегодня карантин действует на пяти территориях Ненецкого округа – участки оленей Пастбищ, СПК Индига, посёлок Красное, деревни Макарова и Пылемец, а также район Бондарка в Наринмаре. По словам руководителя инспекции, возможная причина распространения бешенства – нерегулируемая численность животных. Раньше в округе была популярна охота на пушных зверей. Мех шёл на пошив шапок, шуб и воротников. Сегодня пушным промыслом занимаются немногие, что способствует размножению диких животных. Именно они – главные разносчики опасного заболевания. Если есть собака или кошка, то их обязательно нужно вакцинировать против бешенства, установленные сроки. Если ваше домашнее животное было покусано дикими или домашними животными, то в течение 48 часов нужно обратиться на ветеринарную станцию для проведения вынужденного вакцинации против бешенства. Ветеринары советуют делать прививки от бешенства каждый год. На станции по борьбе с болезнями животных каждый четверг питомцев вакцинируют бесплатно. У меня собачка Такса, зовут его Рик. Ему сейчас скоро будет годик. Решили съездить привиться от бешенства. Раньше не прививались, первый раз эту прививку делаем, потому что особо не бегали. А сейчас подростки, много гуляем, ходим. Да и ещё плюс у нас случаи всякие бешенства. Участились бегают бешеные плисы, песцы. Если же дикое животное покусало человека, помощь окажут в приёмном покое или ближайшем медицинском учреждении. Место укуса обработают и назначат профилактическое лечение. Это курс прививок специальной сыворотки. Как правило, если начать профилактику вовремя, то можно избежать тяжёлых последствий в виде именно развития заболевания. Потому что если развиваются заболевания бешенства, то оно, как правило, лечению не поддаётся. Это достаточно тяжёлое и в большинстве случаев приводит к летальному исходу. Такой случай был зафиксирован в соседней республике Коми в 2016 году. Об этом нам рассказали сотрудники регионального Росприроднадзора. Ведомство ведёт учёт жителей округа, покусанных животными, в том числе дикими. Был случай укуса песцом сотрудника одного из нефтяных месторождений, расположенного на территории округа. После укуса, до момента гибели сотрудника прошло всего два месяца. Сотрудник не обращался. Это был укус песцом в правую кисть. Сотрудник обработал края раны самостоятельно и в медучреждение не обращался. Так, в 2016 году ведомство зафиксировало четыре случая укуса дикими животными. Причём в качестве обидчика выступили не собаки и лисы, а лемминг, крысы и даже андатра. Так что во время походов в лес и тундру стоит быть очень внимательными. Валентина Чебичик, Владислав Носкин, телеканал «Север». В Наринмаре, посёлке Искатели и селе Великовисочное, пройдёт тренировка готовности к весеннему паводку. В населённых пунктах предстоит определить объекты, которые могут попасть в зону подтопления, отработать порядок действий на случай чрезвычайных ситуаций. Такое решение было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧАЭС под председательством вице-губернатора Сергея Боенко. Ледовая обстановка на Печоре сегодня одна из самых главных тем. А вместе с ней на повестке дня и ситуация на Суле. На дне реки до сих пор лежит техника, которая может стать серьёзной помехой для северного завоза. Подробности в следующем материале. Обстановка на Печоре – вопрос, который сегодня волнует всех жителей региона. По словам главного метеоролога Неницкого округа Веры Волик, сроки прохождения ледохода пока остаются прежними. На Ринмаре ледоход ожидается с 1 по 6 июня. Уровни у нас небольшие, пока не меняют, когда ли 550, пока так. Значит, снега, как мне в коме сказали, у них там по территории, ну, пока ещё достаточно, но в Мусинском районе снега пока побольше. Если будет тепло, он растает, если нет, надо ус удержать, чтобы она не пришла к нам вместе с Печорой. В случае необходимости к ликвидации последствий паводка подключится на Ринмарский объединённый авиаотряд. Предприятие готово выделить два вертолёта для круглосуточного дежурства и проведения взрывных работ на заторах, а также экстренной эвакуации населения из зон потопления. В период прохождения ледохода обеспечивать правопорядок в окружных сёлах будут местные участковые. Туда, где их нет, направят сотрудников полиции. Всего планируется привлечь 50 человек. Секла в средств и 5 единиц крупногабаритной техники. Готовы к безаварийному пропуску весенних паводковых вод все структуры и подразделения МЧС России по Ненецкому округу. Будет задействована работа оперативных групп, будет организована исходя из складывающей обстановки, соответствующей прогнозом развития паводка и обстановки. Скажем так, для проведения мероприятий у нас будет задействована общая группировка 138 человек, 32 единицы техники и 15 плавсредств. В принципе, не в принципе, а сильные средства данного управления, очередные к подразделению готовы. Вице-губернатор Сергей Боенко на заседании комиссии по ликвидации ЧС принял решение о необходимости проведения масштабной тренировки в Наринмаре, поселке Искатели и селе Великовисочное до начала ледохода. Он пояснил, что нужно определить все объекты, которые могут попасть в зону потопления. Важно проверить, как будут действовать организации, к примеру, ЖКХ, ТУП, диспансер, воинская часть и другие в случае возникновения ЧС, сказал председатель комиссии. Еще один вопрос, который обсудили участники заседания – обстановка на реке Сула. Напомню, в прошлом месяце в 50 километрах от села Коткино на несанкционированной ледовой переправе под лед ушли два грузовика. Подрядной организации удалось поднять на поверхность одну из машин, вторая до сих пор остается под водой. Я так понимаю, больше не планируется никакого подъема. Насколько я узнал от председателя, сказали, что, конечно, это, наверное, бессмысленно, что машина вот эта, которую площадка будут поднимать летом с боржей. Как только я не знаю, я не понял. То есть все зимние работы прекращены. У руководства Заполярного района эта ситуация вызывает определенное беспокойство. Ведь до начала ледохода осталось не так много времени, и затонувший грузовик может стать серьезной помехой для проведения северного завоза. В муниципалитете есть какое-то плавное средство, или катер, в случае самой непредвиденной ситуации, чтобы перегрузкой заниматься. Перегрузкой чего? Грузов, которые будут направляться в период навигации туда. Нет, вовольте точно не перегрузили. А если запрет чуть ниже, на что перегружать? Там все будет просто несудоходное. Река будет несудоходная. Гендиректор Наринмарского авиаотряда Валерий Остапчук выразил готовность предоставить вертолет Ми-26 для эвакуации затонувшей техники. Там нужно разделить четко груз, потому что вертолет Ми-26 максимально берет 20 тонн. Понятно, что он придет туда с топливом, он будет брать 15. Надо понимать, сколько весят автомобиль, сколько весят эти трубы. Если возможно, их с помощью водолазов каким-то образом распределить или, допустим, зацепить каким-то образом, то он не так много по времени займет вываживание на полете. На заседание комиссии было принято решение в ближайшее время направить на место происшествия окружных водолазов, чтобы они оценили обстановку. Ирина Нежалова, Антон Водряков, Телеканал «Север». На этом все. Это была программа «Итолги недели». Мы остановились на основных темах и событиях, которыми ознаменовалась прошедшая неделя. Вся подробная информация о событиях, которые происходят в округе, есть на нашем сайте. Трксевер.ру. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова